Второй годовщине воссоединения Донбасса, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией сегодня было посвящено мероприятие, организованное коллективом Республиканской Госфилармонии. Вниманию зрителей были представлены важнейшие эпизоды событий в новых российских регионах, а также посвященные этой теме песни. Подробности у Артура Мхце. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали частью России в последний день сентября 2022 года. Теме принятия новых регионов в состав нашей страны была посвящена экспозиция, развернувшаяся перед зданием Республиканской Госфилармонии. А чуть позже на сцене учреждения культуры прошла основная часть торжественного мероприятия. Международные договоры о включении новых территорий были подписаны после рефрендумов. Жители Донбасса и Новороссии большинством голосов поддержали присоединение к России. Зрителям представления были рассказаны основные эпизоды событий, которые привели к присоединению новых регионов. Впрочем, в зале сложно было найти хоть одного человека, который не был бы в курсе этого. Благодаря сегодняшнему дню целые четыре региона стали полноправными гражданами нашей великой России. Они увидели то, что должны были увидеть раньше, потому что они жили в невыносимых условиях. И то, что мы живем и радуемся даже взять нашу многонациональную республику, мы спокойно разговариваем на всех языках наших народов. Также у ценителей музыки была возможность вновь послушать полюбившиеся произведения, посвященные теме присоединения новых регионов к России и народам, которые там проживают. ПЕСНЯ Артур Мухци, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.